Редактор субтитров А.Семкин В селе Корцавкевахка будет реализован культурный проект. Знакомимся с Западной Арменией, Заришат. В Порт-Асаре обнаружена пыльца возраста в 15 тысяч лет. Первая женщина-музыкант, первая учительница музыки, первая женщина-педагог Цаакадух. Как потомок армян Западной Армении, сын и внук пережившего геноцид, вы когда-нибудь думали о возвращении домой? Я имею в виду не родительский дом, а к корням наших предков Геликии, древнему царству Армении, Западной Армении, Мушу, Сосуну, Зейтуну, Вану, Марашу, Диарбекиру, таким уездам, как Трабзон и Амшен, Карским и Ордоганским районам, а также другим частям нашего вечного земного рая, которые являются реликвией нашей тысячелетней истории и до сих пор сражаются с агрессором. Если армянский народ сохранил свою идентичность более 7 тысяч лет, это потому, что в жилах армян течет капля небесной крови Нуя. Одной капли достаточно, чтобы наш народ чудом сопротивлялся и продолжал свой путь от времени к миражам вечности. Полная статья Рамыда Берберяна доступна на нашем сайте. В селе Норшен Мартунинского района, Республике Арцах, уже 15 дней как нет продуктов питания и лекарств. Жители питаются чем попало. В беседе 168 АМ глава села Норшен Геворг Арутюнян сообщил, что за это время ни у одного жителя не было паники. Если говорить об общей ситуации, то обстановка спокойная. У жителей еще есть продукты питания. В ближайшее время может возникнуть проблемы с лекарствами. Как откроют дорогу, все наладим, отметил Геворг Арутюнян. По словам главы села, на данный момент в селе нет больных, которые могут нуждаться в немедленной медицинской помощи. После закрытия дороги в Бердзоре в направлении села враг не стреляет, за это время не прибегал к провокациям. Думаю, если на этот раз откроют дорогу, она больше не закроется, отметил глава села Норшен. Западная Армения делает все возможное для открытия дороги, связывающей Арцах с Горийским регионом. Однако нужно также быть внимательным призывом, которые звучат из Арцаха и Республики Армения. Поскольку наши требования перед международным сообществом должны быть четкими и осуществимыми, в этой тяжелой ситуации не стоит выступать с жалкими заявлениями, которые только слова и не станут реальностью. Коренной народ Арцаха, армянский народ, неотъемлемая часть каждого из нас. Достойным Родины становится тот, кто не отступает перед трудностями, осознает историческую ответственность, не жертвует ради власти и поста, безопасностью страны, правом и достоинством народа. Опасность станет разрушительной, если позволят убедить нас, что мы находимся в безвыходном положении. Борьба бессмысленна и нас продолжат раскалывать. На площади возрождения Степанакерта десятки тысяч соотечественников констатировали. Будет возрожденный Арцах. Проект гид-координатора Дома-музея Дживани Асмикса Ателян «Частица Карин» призван победителем четвертого этапа фонда «Авесом Фундашан Джавах». Проект будет реализован в Доме-музея Дживани в селе Корцах Ахалкалакского района. Название «Частица Карин» связано с городом Карин, откуда родом предки нынешних джавахцев. То есть небольшая частичка Карина, культура Карина, которую мы должны сохранить, развить и в каком-то смысле распространить, сказала автор проекта. В рамках проекта будут сшить национальные наряды, а также Асмикса Ателян приобретет высококачественную фотокамеру, с помощью которой в памятных частях Дома-музея Дживани будут проводиться фотосъемки в национальных нарядах. По ее мнению, благодаря этой инициативе число посетителей музея увеличится. Западная Армения приветствует данную инициативу, поскольку важно помнить и сохранять нашу культуру в каждом уголке Армении. Напомним, что официальной столицей Западной Армении является город Карин. Город Заришат или Зариашат Западной Армении был назван в честь отца Арташеса I Заре, входил в Турубер Великой Армении мировой провинции Агеовид, считался владением Заре, находился в долине Арацани с северно-западной стороны озера Ван, на армянской королевской дороге Арташат-Тигранакерт. Заришат благоустроился и стал многолюдным во время Тиграна II и в течение последующих 3-4 столетий. В первой половине IV века н.э. численность населения достигала несколько десятков тысяч. В составе населения помимо армян были и евреи, при Тигране греки и ассирийцы. Основным занятием населения города были ремесла и торговля. Существенное значение имело сельское хозяйство, для которого в окрестностях Заришата были благоприятные условия. Период турецко-персидского правления Заришат превращается в небольшую деревню. Мосэс Хоринаци свидетельствует, что Гнел Аршакуни был похоронен в Заришате. Здесь также родился один из знаменитых учеников рекора Татэвацы, епископ Ванес Каджберуни. Заришат уезда Агеовид не следует путать с одноименным городом уезда Ванант. Во время буровых работ в окрестностях Портасара, находящегося в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, в Западной Армении была обнаружена пыльца, датируемая 13 600 годами до н.э., принадлежащая к различным растениям, которые дают важные сведения о растительности участка 15 000 лет назад. Согласно заявлению Университета Харан, академики географического отделения факультета искусств и наук изучали климатические условия и водные ресурсы древнего периода. Также были исследованные образцы, обнаруженные в результате бурения. Эта пыльца сохранилась из того периода, когда в Портасаре еще обитали армяне. Благодаря находке была получена важная информация о растительности и климате того периода и до него. Эта территория Западной Армении имеет историческое и культурное значение не только для нас, армян, но и для всего цивилизованного мира. В VIII веке в истории армянского духовного песенного искусства зафиксирована исключительная реальность. Армянская исторография о женщине, пишущей шараканы, поэте-педагоге Саакадухт. Согласно имеющимся историческим данным, Саакадухт была родом из Двина. По свидетельству историка Степаноса Орбеляна, Саакадухт еще с детства приняла обет девственности и покинула Двин. Обосновалась в пещерах Гарни. Саакадухт – автор многочисленных шараканов и стихов. Она также занималась педагогикой. Известно, что во время отшельничества в пещере обучала детей. Согласно свидетельству, группа юношей и девушек направляла Саакадухт в ущелье Гарни, чтобы выучить песни и музыку. Согласно легенде, Саакадухт до конца жизни жила в пещере, там же скончалась и была похоронена. Сегодня дно пещеры Саакадухт полностью покрыто камнями, из-за чего на территории не видно ни одного нагробия. У входа имеется строение, похоже на ограду. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Саакадухт Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Саакадухт